Ребята, поймите одну вещь, что выходить на ринг можно по разным причинам. Одна причина в лимитах. Отрабатывать комбинацию, работать в парах. Отрабатывать какие-то определенные задачи в парах. Помните, мы это с вами делали на прошлой тренировке. Есть задачи. Право-левый клон, право-левый клон, не важно. Нога-левый клон, деталь. Да? Потом есть отработка в парах, уже более вольную комбинацию. То есть у каждого человека есть какая-то задача своя. Вот ему говорят, значит, один работает на защиту, другой работает на атаку. Все, мы понимаем, что один защищается, другой так будет. Это не значит, что нужно его разбивать в хлам. Это говорит о том, что у вас задача. Один отрабатывает ударную технику, другой отрабатывает защиту. Есть вольный спарринг. Что это вольный спарринг? Вольный спарринг говорит, а? Это сегодня. Нет, ребят. Вольный спарринг это когда вы начинаете отрабатывать все то, что мы с вами делали в парах, отрабатывать какие-то комбинации, но уже более, скажем так, не по заданию, а более произвольно. То есть соединять те движения, которые мы с вами уже отрабатываем. Например, левый правый клон, левая нога. Предположим, чисто теоретически, просто на вскидку любые комбинации. Понимаем? Это вольная отработка. Вольная отработка может быть уже, опять-таки, по какому-то заданию конкретному. А есть спарринги, где выходят люди и просто начинают уже более-менее уже жестко работать. Понимаете? В чем минус вот этой жесткой работы? В том, что когда собирается группа людей, у одного опыт 20 лет тренировок, у другого опыт 2 месяца. Ну, о каком спарринге так жестко может быть речь? Толку никакого не будет. Когда люди выходят уже уровня примерно одинакового, скажем, у одного багаж знаний, у другого багаж знаний. Один мастер спорта, другой кандидат в мастер спорта. Понятное дело, там уже можно поработать более жестче. Чтобы уже почувствовать, где удар, где пропускаешь, где не пропускаешь, как ныряешь, где защита, где атака и так далее. А когда мы выходим, мы начинаем друг другу колотить толку. Смысл, объясните мне. У одного вот такой глаз, у такого вот такая нога, стали... Блин, носы потекли толку в ноль. Ноль толку. Смысла никакого. Понимаем? Вот поэтому надо четко разграничивать, для чего люди выходят в ринг. Вышли в ринг, а? А я об этом каждый раз говорю. Я каждый раз об этом говорю, просто вы об этом не слышите каждый раз. Вот раз в ринг вышли, все, взяли дубины... Не, я отрабатывал. Понимаете в чем дело? Когда кто-то пропускает удар. Вот это я не знал. Надо обдумать почему. Правильно. То есть почему человек пропустил удар? Причина одна. Раз, он не готов к этой работе сейчас. Не та скорость, не его скорость. Не его уровень спортсмен, класса, выше гораздо. Понимаете? Не такая техника у него. И тогда он начинает паниковать. Почему так, почему это? Что ж такое? Мысли уходят в сторону сразу. Вместо того, чтобы подумать, почему я пропускаю два, три раза одну и ту же, один и тот же удар или одну и ту же комбинацию. И не делаю никакого вывода. Что же мы тогда будем с паниковать с вами объяснить? Очень плохо думать в это время. Не надо думать. Думать нужно до или после. Во время нужно работать. Думать некогда. А можно еще на тебя смотреть? Да, это вообще шедевр. Спарринг. Выходят люди. Так, Саша, не бей двойку. Куда смотрим? В ринге цель одна. Вот, соперник ваш. Вы партнер или соперник. Все остальное, что идет за кадром. Слушать нужно, слушать. Не смотреть, не поворачиваться. Вы убрали взгляд от партинника. Все, попали. Вы пропустили удар. Вы не контролируете в эту секунду. Никакую ситуацию вы не контролируете. Особенно в ринге. Понимаете? Каждый раз повторяю. Слушайте. Не поворачивайтесь по сторонам. Научитесь слушаться. И слушать. Понимаем? Еще раз. Спарринг, ребята. Это отработка каких-то конкретных задач. Спарринг. Это просто вообще почувствовать ринг. Татами там. Не важно. Где бы вы не высыпали. Клетки там. Восьми вольт. Не важно. Прочувствовать. Как канаты работают. Вы же еще даже не понимаете, как канаты работают. Как можно использовать канаты. Двигаемся. Оттянулись. Оттянулись. Стейдер. Канаты. Углы. Все пространство в ринге можно использовать в спаринге. Но это нужно наработать сначала. Наработать. Отработать. С разными партнерами. Потому что каждый партнер работает по-разному. У каждого мысли разные. Один пришел. О, это классная идея. Я никогда не думал о том, что не надо бить на отработку. Зачем бить? Правда? А другой выход думает. Сейчас. Ага. Вот. Борода. Человек упал. Поднимается. Что такое? Так мы же отрабатывали? Легко. Ну да. У одного мысли одних говорили. У другого мысли других говорили. Понимаем? Это важно очень. Это очень важно. Вот тогда будет какая-то задача. Тогда вы встали и сказали. Ага. Вот сейчас мы отрабатываем лоу-кики. Хорошо. Все. И поехали отрабатываем лоу-кики. Один бьет лоу. Второй делает защиту. Набивает ноги. Подставочки. Уходит. Двигается. Координирует и так далее. А в голове у себя параллельно можно думать какие-то комбинации. Ага. Вот мне ударили лоу-кик. Вот он руку опустил. Я сейчас смог тянуть правый. Не надо бить. В голове для себя. Отметили эту ситуацию. Бьет левый. Правый опускаться. Для себя отметили. Ага. Он бьет левый. Правый опускаться. Вот тогда будет задача. Вы будете смотреть за противником. Будете смотреть партнеров. Будете понимать что вам нужно делать в той или иной ситуации. Вот тогда ваша конкретная задача от работы в парах будет результативной. Это не будет мордоизбиение и не драки. Это будет работа. Это будет нормальная полноценная работа. Понимаем? А вот когда вы вышли допустим там какие-то соревнования. Или как там матчевые встречи. Или просто между клубами. Между клубами. Не знаю там кем угодно. Группами. Спарринг. Вот тогда уже задача другая. Оговариваться право. Что мы делаем в спарринге. Что можно. Что нельзя. Понимаем? И тогда все. Тогда уже нет никаких других посторонних мыслей. Вышли. Все. Работаем. А на тренировке нужно отрабатывать. Отрабатывать. Нарабатывать. Какие то свои ситуации. Свои комбинации. Конкретную задачу. Чтобы не бояться. Вот мы встали друг на другом. И стоим. А не. С тобой так и не могу работать. Почему? Я же никого не буду. Я ничего не делаю. Кого-то жестко ударили хоть раз. Сильно. Вот и вопрос. Когда чего бояться. Думайте. Каждый раз думайте. Анализируйте. Очень важно работать с разными людьми. А уж тем более самый лучший вариант. Работать с тем. То на голову. На две головы. Выше вас в классе и в технике. Понимаете. Он вам дает момент. Подумать и поработать. Как можно вести себе так. Или вот так. Потому что когда работаете с спортсменами ниже класса. Ну вы просто их просто бьете и все. И толку. Вы думаете. Какой я супергерой. Я такой крутой. Я такой крутой. Спортсмена нише. А можно здесь. Нише. Нише. А можно обговорить. И опять таки спарринг. Ребят. Выходя в ринг. Мы оговариваем цели. Что мы хотим сейчас отработать. Что. Да. Вот спарринг я с тобой. Ты показываешь. Ну например. Не сильно. Да. Ни одного удара сильного не было. Ну покажешь там. Кто у меня рука опущена. Ну это. Это. Элементарно. Я могу понять. А когда. Может ты дальше уже показываешь. Я ничего не могу. Вот. На две головы выше. Я вот не могу даже проанализировать. А что у меня не так. А вот. Перед этим. Мы сели с вами. Говорили что мы делаем в парах. Отработали это все. В парах наработали. А потом садимся. Вот как сейчас. И обсуждаем. Вот. Что мы можем обсудить. Давайте по порядку. Начали Саша. Давай. Серия например идет. Что я. Я закрылся. Я не убивал. Подожди смотри. Серия чего идет. Серия там. Три прямых. Аперкор там. Вот теперь очень важно. Тут очень. Вот на самом деле это можно говорить месяцами на эту тему. Или годами даже. Знаете. Одной тренировки не хватит. Чтобы обговорить все детали. У меня только мысль убежать и все. Очень важно понять. Смотрите. Правильно. Очень важно понять. Первое. Что есть серии. А есть комбинации ударов. Вот в чем отличаются серии комбинации ударов. Если мы работаем с вами не просто в системе бокса. Не только руки. А еще и ноги. Каратэ. Кикбокс. Тай. Не важно. Комбинации ударов. Это когда мы удары комбинируем. А в серии когда мы работаем серийные удары. Да. Работаем серии. Можно комбинации серийно работать. А можно серии разбивать на комбинации. Вот это. Оп. Сразу такой. Сейчас процессор начинает соображать. Что же такое процессор соображает? Наоборот. Он зависает. Флешку надо больше брать. Видите. Вот сколько можно всего говорить. Смотрите. Серия. Предположим. У меня есть серия ударов. Она может стоять из двух-трех ударов. Левый. Правый. Правый. Левый. Левый. Правый. Правый. Левый. Не важно какая серия ударов. А когда мы эту серию разбиваем на комбинации. То есть. Мы начинаем комбинировать наши серии. Раз. Два. Три. Уклон. Бам-бам. Нога. Разбили комбинации на другие составляющие части. Двойки, тройки, четверки, пятерки. Разбили чем на то. А? Разбили чем на то. Чем угодно. Не важно. Сейчас мы допустим сделали мырочек. Предположим. Шаг назад. Оттянулись. Опустили. Подождите ребят. Смотрите. Не запоминайте буквально то что я говорю. Поймите суть. Суть понять нужно. Понимаете? Потому что ты запомнишь. Раз. Два. Уклон. И все на этом. Не. Я имею ввиду как серии и комбинации. Что есть серии. Ты их можешь разбивать как угодно. Не важно. Ты можешь как серии. Серью разбиваешь чем? Шагом. Шагом. Уклоном. Нырком. Подходом. Чем угодно. То есть чем угодно абсолютно. Понимаем? А вот когда мы начали с вами рассуждать. Что мне делать? А делать может следующее. Просто понять. Посмотреть за мной. Вот почему я работая с каждым по разному двигался. Алину заставлял каждый раз чтобы она думала. Потому что у нее есть одна проблема. И смотрела. Она не смотрит. Она не смотрит. А для чего нужны уклонные нырки? А? Ну я их умею делать. А для чего нужно передвижение на ногах? Для чего нужно вообще делать черночное передвижение вперед-назад? Для чего нужно руки держать здесь? Почему нужно делать уклончики здесь? Вот анализируем. Анализируем. А как смотреть когда трава? Как смотреть? Глазами. Как же мне смотреть? Глазами. А если глаза вот так? Да глаз не достанет. Ты в шлеме. Даже если полетит. Ты их не закрывай. Я же показывал в прошлый раз. Помнишь, нет? Мы же в защите работаем. Чего бояться? Потому что это рефлекс. Рефлексы надо вырабатывать в себе. Но все равно когда будет по голове, то чувствуется. А? Да. Глаза же открыты. Понятное дело, что чувствуется. Но все будет чувствоваться. Вы не можете ничего не чувствовать. Человек так устроен, что у него есть чувства. Вот мне сегодня задали вопрос по интернету. Вот реально я утром просыпаюсь, проверяю почту. Мне пишут вот просто вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, как мне избавиться от страхов? Каких страхов? Бабайку. Бабайку человек боится. Что там боится? Страх. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Страхи. Хорошо. Это отдельная тема для разговоров. Страх один перед выходом в ринг. Страх. Понятное дело, страшно. Страх перед тем, как человек стоит перед пропастью. Это страх. Или вообще что такое абстрактное понятие страха? Или страхов тем более? То есть вообще отдельная история. Для этого нужно просто сходиться вот так и отдельно разговаривать с человеком. Для этого сейчас психологи существуют. Нет одного конкретного ответа на один вопрос. Что такое страх? Как от него избавиться? Нет. Так же как нет одной панацеи, нет одной защиты, одной на все сущие жизни. Не бывает. Груст раз предупреждают, да? То есть не бывает такое, так не бывает. Ну как это получается? Вы уже говорили, не надо смотреть в одну точку. Надо смотреть в целом, а противно. Видели как я боксирую? Как я работаю? Ну да. Я смотрю в глаза? Ну да. Нет. Я вообще в никуда смотрю. Я смотрю в никуда. Вот так. Вообще в никуда. Да не смотрите куда угодно. Хоть в грудь, хоть в глаз, хоть в нос. Только смотрите абстрактно. То есть не смотрите конкретно вот. Зафиксируйте. Я смотрю в камеру. Все. Вот я смотрю в камеру. И че их не смотрят? Это потом вопрос не ко мне. Это вопрос и к сутенеру. Продлевать будете? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот опять таки, да, вот говорю вот. Смотрите, вот сколько можно разбивать это все на части. Поговорить про спаинг. Раз. Потом проанализировать каждую конкретную ситуацию. Два. Отработать себе навыки рефлекса. Три. Избавиться от страхов. Ой-ой-ой. Четыре. Куда смотреть? Пять. Что мне делать в этой ситуации? Что мне делать в этой ситуации? Что мне делать в этой ситуации? А как так? А как? А тут бил? А тут только еще руки научиться держать. А потом еще надо думать головой. А не думать никого. Не слушать никого. Смотреть куда? В руки смотреть. В глаз смотреть. В нос смотреть. Куда смотреть? Сколько навыков нужно приобрести для этого всего? Ммм. Что ж мне бедные дела? Ха-ха-ха. Вот так, ребята. Анализируйте. Думайте. Смотрите. А что же как вот дистанцию забираешь? Опять стенку или какая-то задача? Дистанция это вообще система такая. Даже не система. Тем более отдельный разговор для дистанции. Давай что-то по поводу нашего этого обсудим. Давай обсудим по поводу нашей дистанции. Не, мы не знаем дистанции. Смотри. Задай себе вопрос. Что такое дистанция? Первое все. Дистанция. Откуда мне удобно быть? Нет. Дистанция. Дистанция. Вот само понятие слово. Дистанция. Дистанция. Расстояние между двумя объектами. Нет. Ты мне сейчас говоришь правильно. Расстояние между двумя объектами. Да. Теперь давай рассуждать. У нас дистанция может быть А. Дистанция прямой руки. Может быть? Значит это одна дистанция. Дистанция прямой ноги. Это уже другая дистанция. Смотрите. Расстояние между двумя и другим. А когда мы работаем руками и ногами одновременно. То нам нужно перемещаться и думать сразу о двух дистанциях. Дистанция руки и дистанция ноги. Потому что я рукой начинаю бить. Ты его принимаешь. И тут в ответ. Да. Я вот некоторым пробовал делать индейский удар. Проходят. Тебя не было. Ты не знаешь. Индейские удары. Вы назвали индейскими ударами. И те, которые не поддаются логическому объяснению. Да. Я тоже хотел попробовать. Хотел попробовать. Кто мешал? А ты пробовал? Ну да. Вот мы с тобой когда стали. Когда я начал проводить. Тоже близко на меня подошел. И он с ногами подошел. Аааа. Так тут Джунченко подошел. Он его и забыл. Понимаешь? Не подходи. Я хочу сейчас индейский удар. Надо предупредить. Да. Бью индейский удар. Я просто брал и пробовал. С одним работают. С другим не работают. Тут работают. Тут не работают. Пробуйте. На то, наверное, отработка в парах. Чтобы пробовать. Ребята. До готовой дистанции. Начинаем всегда с дистанции дальше. Смотря как ты хочешь вести бой. Для этого тебе нужно сначала поднять систему противника. Какой двигатель. Что он имеет. За короткий промежуток времени нужно проанализировать очень много вещей. Очень много. Да. Противник постоянно бьет на ногу. Подожди. Противник не может бить постоянно на ногу. Сейчас. Потому что ситуация бывает разная. Мы работаем или в спортивном варианте, как сейчас на ринге. Или работаем на улице. Сейчас. Или работаем на улице. Каждый раз. При этом. При этом очень важно. Не делаем никаких выводов. Вообще. Я без шагов не сбиваю. Нет. Подожди. А задачи не было сбить. Стояла задача сбить. Нет. А если была бы задача сбить? Все. А ты бы уже. Ты некогда балдун. Тебя бы сбили. И все равно два кода. Понимаешь? Я же еще раз объясняю. Ребят. Позвращаемся к нашему разговору. Спарринги. Конкретная задача. Понимаешь? Дистанция. Я же еще раз говорил. Дистанция руки. Дистанция ноги. Как тебе научиться сокращать дистанцию. Перемещаться с одной дистанции на другую. На дистанцию руки и ноги. А еще есть пленыш. Ближний бой есть. А еще есть колени у лодки. Еще есть борьба. Это абсолютно разные все вопросы. А опять ты пытался с самым дистанцией. Понимаете? Как научиться двигаться с дистанцией? Брать я сейчас. Сообразить что такое дистанция. А потом каждую ситуацию проработать. Проработать. Вот я работаю рукой. Я двигаю. Чувствую. Чувствую. Вот он. Все. Я его выявил на свою дистанцию. На дистанцию удара ногой. Вот я его держу на руке. Полетела нога. Бью ногой. Человек отходит. Зачем мне бить рукой? Для чего? Это не дистанция удара. А для этого нужно еще перемещаться на ногах. А еще нужно знать как работают ноги. А еще нужно знать вообще что такое соединение ударов ногами и руками. И когда их нужно делать вовремя. Вот я с Ильей по-моему работал. Два раза попадался здесь удар с разворота. Да? Ну так просто отрабатывал. Сколько ударов могу пройти бы если бы я их бил? Вау, ты говоришь? Ну? Все? Ну? Все могли бы пройти. А я прошел с тобой? Ну? Подобород, я тоже раз попробовал. Нет. Ну и тебя не прошел. Ну ты что-то и не шел. Фонни люди связаны в сос. То есть, смотрите. Я же вижу что я работаю с Сашей, допустим. Ну на блоке ты. Я на блок, ты. Смотри. Тихо, тихо. Сейчас, сейчас, очень важный момент, смотри, попадал на блоки по причине такой, хотел ли я ударить его нормально или не хотел? Или я дал тебя понять, что вот тут нужно что-то думать? Понимаешь? Да, мне кажется, пару раз ногой бил не у меня, а уже так. Просто показывал, что вот тут может быть удар, сейчас может быть здесь удар. Потому что если бы я хотел бы убить, ребят, я бы ударил бы один макс два раза и все, бы это закончил. Понимаете? Вот поэтому учить нужно друг друга. Почему я говорю, что вот, допустим, это значит, заводиться начались. Один с ним ударил, все, другой. Вы не учитесь ничему, вы сейчас выясняете отношения каким-то образом на ринге. Это уже не отработка заданий. Да, да, да. Тогда ты ему объяснишь, что ты учишься. А вот я могу с папой рассмотреть. Раунд закончился, подвись скажет, Саня, я вот хотел попробовать какую-то штуку. И он будет понимать, я хотел попробовать штуку. И у него не будет агрессии по отношению к твоим действиям, понимаешь? Он понимает, что вот ты пробуешь, а я попытаюсь это что-то сделать. Вот тогда вы разобрали ситуацию на части и ее отработали. А так ты себе думаешь, что он должен понять, что ты что-то хочешь отработать. Как это? Понимаешь? По поводу Саши, то, что я говорил. Вот я начинаю, допустим, бить ногой. Вот он то ли не понимает, что я сейчас могу его ударить, то ли он понимает, что я могу его ударить, но почему-то не бью. Он не знает, что делать. Он понимает. Тебе подожди, подожди. Ну и... Или же, да, мы просто рассуждаем. Или же он пытается стоять на месте или пытается перемещаться. Или что-то пытается сделать еще. Да? Вот для себя нужно поставить задачу. Почему... Ты мне скажешь, да? Почему... Почему... Вот я работаю вот так? Потому что я поставил себе... Выхожу, допустим, работать с Сашей. У меня задача такая. Вот как я начал с Алиной. Вышел с Сашей и понимаю. Я хочу посмотреть, чего он боится, чего он не боится. Что у него получается, что у него не получается. Выхожу работать с Алиной. Я по ее причинам объяснил проблему. Почему она бежит? Я каждый раз и пытался объяснить. Вот сколько раз я бросал просто вот так воскручивал нахуй. Раза 4-5. Раза 4-5. Почему? Да потому что просто человек бежит на меня, а я говорю... Я не говорю, я показываю. Смотри. Вот тут сейчас ты упадешь. Я ушел в сторону, провалил рукой на коню. Аааа, человек пролетел мимо меня. Можно было поставить все, что хочешь. Но просто человеку объяснить. Вот это не надо делать дважды, трижды, четырежды. В одном раунде. Как, ребята? Вы же упадете, блин, после жесткого удара, после первой же ситуации, когда вы просто не проанализировали эту ситуацию для себя. Вы не поняли, почему так происходит? Не поняли. Правильно. Но теперь вы видели, что такое может быть, правильно? Сделаем вывод и будем делать это так же заново или делать этого больше не будем? Или будем что-то думать дальше? С одним, со вторым, с третьим, с четвертым, с тобой. Я смотрел, что ты... Потому что я вижу в первом раунде, когда ты начал боксировать, с кем цилирую. Я просто смотрю, что ты вот, вот у тебя, может быть, неосознанно, ты хочешь вот, УДАРИ, хочу ударить, хочу попасть. А с того, что ты заряжен, ты пришел, ты хочешь, блин, я защищаюсь, я не знаю, что будет, ты хочешь... Да. Под мой работом с Сашей Романовым, ты пришел и ты хочешь, блин, видите? А вот я посмотрел сразу, я начал смотреть, почему я первый удар остался, посмотрел, что кто делает. Я понимаю, вот он начинает двигаться так. Все, я, я, что? Я понимаю, что он хочет сделать. И не даю ему этого сделать. А как важно было видеть? Ребят, в каждом движении сразу вложены определенные эмоции. Это видно. Да. Я вижу, покажу, понимаю, кто, у кого, какие задачи. Это видно. Это также для меня видно, когда я понимаю, чем человек тренировался, чем он занимается. Видно по его движению, по характеру его движения. Но я, честно, я хотел отработать вот этот удар, и хотел на встречу попробовать правую. И хотел попробовать на встречу правую. Да, да. А ты об этом сказал человеку, с кем ты работаешь? Ну, там, чтобы узнать, да. Нет, подожди. Я же сказал, что мы работаем невольный бой. Мы отрабатываем те комбинации, которые мы уже делали. А ты у меня не спросил в начале, наверное, в начале у спаррингов, что мы сейчас отрабатываем. Ребята же знают, они же ходили, мы с ними отрабатывали. Но у нас две недели мы отрабатывали определенные комбинации. Я пошутил и сказал, что да, конечно. Ты еще сказал, да, конечно, что у тебя же не было, ты же не знаешь. Опять, видишь, пошутил. Ну, я же на лбу нельзя же, я пошутил. А ты можешь спросить, а что мы сейчас отрабатываем? Да ты можешь сказать, что мы отрабатываем. Понятное дело. Я могу сказать, ну, ребята же в курсе, а ты, но ты не в курсе. Поэтому это для тебя важно. Нет, для меня, для тебя важно. Извини, ты тренер, позови себя. Подожди, подожди. Это понятно. Мы сейчас не разбираем, как, знаешь, мы сейчас не полет фантазии рассуждаем, но просто дело о том, что мы сейчас будем делать. И потом ты вышел уже, вот, это не я, это не я сказал. Заряжен на удар, это же не я сказал. Ну, удар же вы... Нет, подожди, не я же сказал, правильно? Я не спорю с этим. Вот. Поэтому, поэтому, еще раз повторяю. Выходя в пар, отрабатывать в пар какие-то ситуации, обсудите изначально с человеком, что мы сейчас будем делать, на каких скоростях мы будем работать. А почему мы это не сделали? Потому что, я еще раз повторяю. В начале спаррингов я сказал, ребята, мы отрабатываем комбинации, мы не бьем. Мы друг друга не калечим. Мы отрабатываем определенные ситуации, задания. Но в вольном характере. Я же об этом сказал в самом начале. А ты для себя поставил схему, я хочу попробовать раз-раз, два, все. Ты изначально свою установку поставил. Да, отработ wonder кормы. А какие комбинации? Еще раз объясняй. Какие? Ты же не спросил, что мы отрабатывали до этого, что мы сейчас будем практиковать. Ты же не спросил? Не спросил. А когда тренер делаешь задание? Я дал задание Отрабатываю комбинации. Правильно. Ну вот я отрабатываю. А какие конкретно? Не указалось. Ни указалось. Хорошо. Ты никогда прав, что ты lieber не права считай этими. И ты отрабатываешь, а что будем кричать? Прямой, боковой, ударный бой, йока и обратно. Но обратно я не ставил. Ты не пробовал? Да, не пробовал. Самое важное, что защита. Ответьте сюда. Защита, то есть не попасть навстречу, не ударить сильно. Задача, конкретно задача. Понимаешь? Вот в следующий раз мы выходим на удар, я говорю, ребят, вперед. Вот что хотите, то и воротите, то и отрабатывайте. То есть мы об этом все время благодарны? Мы об этом не договаривались, мы просто тренируемся уже долго. И поэтому, когда люди каждый раз приходят одни и те же в зал, они уже в теме. А кто приходит раз в год, они не в теме. Поэтому могут быть разные проблемы. Ну, согласен. Понимаешь? То есть лучше каждый раз будет задание. Так вот правильно. Правильно. Тогда будет результат такой. Ре-зуль-тат. Тогда будет смысл нашей отработки. Не будет травм или их будет минимум. Бывают разные случаи такие непредсказуемые. Правильно? И будет результат того, что мы хотим добиться, мы это отработаем. Мы доверяем друг другу партнеру, когда отрабатываем пар. Потому что я знаю, он меня не ударит, потому что он меня не будет бить по определению. Но будет создавать мне ситуацию, в которой мне нужно подумать. И тогда будет результат наработки. Какого-то действия. Понимаешь? Вот и все. Вот и все. Вот в чем задача. То, с чего мы начали, мы к тому и пришли. Наработать определенные инстинкты, рефлексы, ситуации, что может быть на ринге. Отдыхайте на сегодня. Наработать определенные инстинкты, рефлексы, ситуации, ситуации, ситуации. Продолжение следует...